Расширенные заседания Совета общественного согласия и областной ассамблеи народов Казахстана провели с целью обсуждения послания президента. На изучение этого документа у казахстанцев уже было несколько дней. Там есть что изучать, там поставлены цели, даны инструменты, обозначено, как будет осуществляться контроль. В общем, что называется, работа с документами заставляет работать мозги, а не только сердце. Те пункты послания связаны между собой. Все последовательно и планации 100 конкретных шагов и модернизация общественного сознания. Это все один вектор одного направления. К примеру, пункты 1 и 7 – улучшение экономики и человеческого капитала. Нельзя поднять экономику, не улучшив человеческий капитал. Особенно обратил внимание на седьмую задачу, потому что я сам врач, пенсионер. И именно там говорится о том, что за этот год должны и пенсию увеличиться, должны. И особое внимание будет уделять увеличение зарплаты врачам и учителям. Потому что в любой стране учителя и врачи являются самыми движущими силами общества. Они дают образование и дают здоровье. И если это не делать, то ничего хорошего от этого не получится. Поэтому президент это видит, предвидит и делает. Казахстан как во внутренней, так и во внешней политической жизни достиг определенных успехов. Безусловно, очень важно то, что большой упор делается на новые технологии. Без них страна не только будет стоять на месте, но и вовсе уйдет на затворки истории. Важно и то, что предстоящий год ознаменовался большими реформами в сфере образования. Я являюсь преподавателем Актюбинского университета Жубанова. То мне отрадно сказать то, что президент заимствовал именно западную модель образования. Наши студенты имеют большую возможность не только получать новые знания в стенах наших вузов, но и выезжать за пределы нашей страны, что обогащает не только их кругозор, но и позволит в дальнейшем пополнить армию трудоспособного населения новыми конкурентоспособными специалистами. Важнейшими приоритетами определены индустриализация, внедрение умных технологий и цифровизация, развитие ресурсного потенциала, человеческого капитала, противоздействие коррупции и обеспечение эффективности системы государственного образования. Динара Абдуллиева, Самуат Каликенов, телеканал Ак-Тюбе.